Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем изучать седьмой псалом царя Давида. И посмотрим, что об этом псалме нам рассказывают святые отцы Афанасий Великий, Василий Великий, Златоуст, Феодорит. Они свидетельствуют о том, что Хусий, о чем говорится в этом псалме, его как бы наименование в первом стихе – плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Хусий, преданный друг царя Давида, оставив его и притворившись изменником, пришел в лагерь тирана Авесолома. Авесолом – это сын Давида, который восстал против него, восставшего войной против отца своего Давида. И как мудрый советник умело предложил отсрочить погоню за Давидом, этим советом Хусий спас Давида, дав ему возможность собрать войско. Давид воспевает за это благодарственную песнь Богу, приписав дело спасения благодати Божией, «Присоединяются наставления и тем, которые терпят от кого-либо обиды, советуя им уповать на Бога и от Него ожидать помощи». То есть этот псалом предназначен для тех людей, которые от кого-то терпят какие-то обиды, и им совершенно необходимо уповать на Господа, который может защитить их. В начале этого псалма стоит слово «шигайон», то, что переведено у нас как «плачевная песнь». Имеется в виду «плачевная песнь». Но слово «шигайон» означает также «неотступная песнь». То есть имеется в виду «плач», такой неотступный, плачевная, непрерывная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Но, казалось бы, этот псалом рассказывает о том, как Господь помог Давиду через Хуса. И Давид за это благодарит Бога, который умудрил Хуса давать неправильные советы врагам Давида. Может быть, имеется в виду, что в некотором смысле это слезы радости. Слезы радости, которые Давид готов проливать неотступно, непрерывно. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Возможный перевод «Неотступная от Давида, что пел он Господу, что да куша из Беньямина». И вот дальше идут слова самого этого псалма. И в самом начале говорится, это второй стих, «Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Дословный перевод будет такой, «Господи Боже мой, в Тебе обретал я укрытие, спаси меня от всех меня преследующих и избавь меня». Действительно, Господь есть Тот, в Котором мы находим защиту, обретаем укрытие, некое убежище для себя. Здесь Давид использует два имени Бога, Господь и Бог, когда говорит «Господи Боже мой». Как я часто объясняю, это самое благоприятное обстоятельство, когда эти имена встречаются, Господь и Бог. Это значит, божественная милость и божественное правосудие, они как бы уравновешены. То есть, никто не пренебрегает божественным правосудием и не злоупотребляет божественной милостью. «Господи Боже мой», то есть, «милосердный и судящий меня», как бы говорит Давид этими двумя минами Бога, «На тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Словами «от всех гонителей моих» Давид как бы свидетельствует, что гонителей много, и реально, конечно, те, кто гонят нас, это не только люди, но это и злые духи, бесы, демоны, которые ополчаются против верных Господу. И далее он восклицает, да не исторгнет он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего. И здесь мы видим, как от множественного числа, когда он молился «спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня», вдруг совершенно неожиданно он переходит к одному гонителю, да не исторгнет он, потому что главный наш гонитель — это дьявол, который стоит и за бесами, и демонами, и за теми людьми, которые враждуют с нами. «Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего». То есть дьявол действует тогда, когда нету заступления. И дословный перевод будет такой, чтобы не растерзал он, как лев мою душу повергает, а избавить некому. Но как это некому избавить? Как это, когда нет избавляющего? Иногда человек в тяжелых обстоятельствах переживает чувство богооставленности, как на кресте Сыд Божий молился словами псалтыри «Боже мой, Боже мой, почему ты оставил меня?» Вот даже в такие моменты, когда искушения дьявола, они как бы сгущаются вокруг нас, и мы не находим в себе сил, и не чувствуем помощи Божией, мы не должны терять надежду на помощь Божию. Потому что Господь не может нам попускать испытания сверх наших сил, о чем говорится в Новом Завете, что Господь никогда не посылает нам испытания сверх сил, но в самом испытании Он посылает нам и некое облегчение. И далее Давид восклицает опять чередование имен «Господи Божий мой». Он молится, значит, «Ашем Элакейну», то есть он называет четырехбуквенное имя «Господи Божий мой», «Божий мой Элакейну». «Если я что сделал, если есть неправда в руках моих», он как бы хочет понять, почему он переживает вот это чувство богооставленности в такой ситуации. «Если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в опрах». Здесь мы видим, что Давид, несмотря на то, что это ветхозаветный пророк, он мыслит в категориях все-таки Нового Завета, потому что здесь он говорит о себе, «Кто без причины стал моим врагом?» То есть он спасал даже таких, которые без причины, без повода с его стороны стали его врагами. А где говорится, что надо спасать врагов, любить врагов? Об этом говорится в Новом Завете. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Мы видим, что это в категориях Нового Завета, то есть пророческий дух как бы переносит на него действием Духа Святаго, новозаветное понимание жизни. И вот эта молитва, это сильная молитва. Получится дословный перевод, «Господи Боже мой, если я такое содеял, если есть неправедное у меня в руках, если тому, кто со мною мирен, воздал я злом, а ведь я позволял напрасно меня теснившего, пусть враг преследует Духу мою и настигнет, и втопчет в землю мою жизнь и честь мою в прах возвратит». То есть здесь Давид готов все потерять, если действительно он не был нормальным человеком, но он был нормальным человеком. И вот эту свою нормальность он проявлял не только по отношению к друзьям, которые в мире с ним, но он позволял, спасал даже тех, которые враждовали с ним. И далее он восклицает, «Восстань, Господи, во гневе Твоем! Подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который ты заповедал». Он призывает Бога вмешаться в эту ситуацию. Он хочет, чтобы вот эта завица богооставленности, она бы была расторгнута, и он опять созерцал бы лихо Божий, который вдыхал бы надежду в его сердце. «Восстань, Господи, во гневе Твоем!» То есть проявись в моей жизни. Восстать – это значит показать себя всем. Поднимись, подвигнись против неистовства врагов моих. А враги неистуют над Давида, они скрежещут зубами. «Пробудись для меня на суд, который ты заповедал». То есть он как бы своей молитвой пытается пробудить Бога. Но разве Бог спит или дремлет, судящий Израиля? Конечно, нет. Суды Божьи совершаются непрерывно. Но иногда Господь попускает нам уходить от Него, как писали отцы церкви. Господь попускает нам иногда впадать в разные грехи, удаляться от Него. Но Бог это делает всегда с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. И далее восьмой стих. «Сон людей станет вокруг тебя, над ними поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы праведной Божьей». Здесь мы как бы созерцаем картину вознесения Господа. «Сон людей станет вокруг тебя, над ними поднимись на высоту». Но в Ветхозаветном понимании имеется в виду сон людей, это левиты, которые окружали храм, в самые торжественные моменты, и они начинали петь псалмы, и Господь возвышался над ними в виде некого сияния, которое было над храмом Божиим. Но перед разрушением первого храма, храма Соломонова, оно прекратилось. То есть здесь как бы он говорит о той реальности, которая скоро будет наблюдаться, когда будет построен храм сыном Давида, и в то же время он говорит о вознесении Христа, о славе, когда он взошел на гору со своими учениками, около 150 христиан, видели его вознесение. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей, по непорочности моей. Действительно, тот, который вознесся на небо, он придет опять в этот мир, но уже как судья, чтобы судить народы. Если в первом пришествии Христос, как он говорит, «я пришел не судить мир, а спасать мир», то во втором пришествии, уже после своего вознесения, когда он явится в этот мир, он придет именно как судья. И Давид очень хочет, чтобы Господь судил его по непорочности его. Что он имеет в виду? Непорочность имеется в виду, это то хорошее, что сохраняется в каждом человеке. На самом деле, в каждом человеке можно найти что-то хорошее, то, что не осквернено греховным движением. Остаточная чистота, то, что связано с нашим детством, с нашими первыми молитвами, первым исследованием Писания. Такие состояния, зарения мы могли переживать в детстве, в юности, и они создали вот эту непорочность. И очень важно, когда вот критический момент в жизни человека, вспоминать эти светлые моменты. И он просит Бога да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы праведной Божией. То есть суды Божия, они проникают как бы вглубь каждого из нас. Он испытывает наше сердце, это движение наших чувств, не только наши помыслы, судит Господь, и утробы, то есть он проникает в самые скрытые желания наши, рассматривает их, и Давид просит все-таки обратить внимание, чтобы были радостные моменты. По непорочности моей, во мне, просит он, суди меня. И далее Давид возвращается к теме, которую мы уже рассматривали. Он восклицает «Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем». Действительно, а чем нам защититься от Божьих судов, как не самим Божьим милосердием? Потому что ничего другого нет. И когда мы ищем спасение в Боге, мы, христиане, обретаем спасение в Бога-человеке, Христе Иисусе, потому что, как часто я объясняю, посредник между Богом и человеками должен быть и Богом, и человеком одновременно. «Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем». То есть Давид подчеркивает, что его сердце, то есть его желания, они всегда были связаны с Богом, с законом Божьим. То есть намерения его всегда как бы были оправданы, хотя в деяниях, в поступках он мог допускать что-то предосудительное. «Бог судья праведный», восклицает далее Давид, «крепкий и долготерпеливый, и Бог всякий день строго взыскивающий». то есть праведность Божия, она касается нас божественным долготерпением, прежде всего. Вот указание на крепость и долготерпение Бога — это вставка из септуагинта, из греческого перевода Библии, но это существенное уточнение, потому что Господь действительно вот именно долготерпелив, да, он праведный, то есть он ищет праведность в нас, но если не находит, он крепок в долготерпении, то есть он готов ждать. как человек, который посадил смоковницу, а на ней нет плодов, как описано в Евангелии. Этот человек ждет, может быть, в следующем году она принесет плоды, а может быть, в позаследующем году она принесет плоды. То есть Бог крепок в долготерпении, хотя Бог всякий день строго взыскивающий, взыскивающий и долготерпеливый, но взыскивающий по отношению к кому. Если кто не обращается, то есть не обращается к Богу, не возвращается к Нему, не обращается к Нему с молитвой, но Давид обращается к Богу. Уйдя от Бога, он всегда стремится вернуться к Нему. А если кто не обращается, сказано о Боге, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его. Приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои, делает палящими. А здесь мы можем предположить, что Господь иногда обращает нас к себе, когда изощряет меч, напрягает лук свой и направляет его. То есть угрозы Божьи могут обратить нас к Богу. И об этом надо не забывать. Если страх Божий нападает на человека, человек боится ада, боится огня, боится смерти, как он предстанет перед Богом, вот этот страх Божий может стать началом премудрости, если это обратит человека к Богу. А если нет, то приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. То есть одно дело угрозы, а другое дело, когда приговор уже вынесен. Далее Давид восклицает, вот нечестивый, зачал неправду, зачал неправду, был чреват злобой и родил себе ложь. Здесь показан генезис происхождения лжи. Сначала зачинается некая неправда в сердце человека. Был чреват злобой, это неправда, она вынашивается какое-то время, чреват злобой и рождает ложь. То есть ложь, любая ложь, она связана с неправдой и со злобой. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его теме. Это тема, проходшая всю Библию прямой линией о том, что Бог наказывает людей их собственными грехами. Поэтому выражение «не рой ближнему яму» оно не лишено смысла. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. И действительно, когда Хусей давал советы в пользу Давида, там был человек очень нечестивый, который понял, что все, его советы никто не слушает, а вот агент Давида своим авторитетом всех задавил, этот нечестивый пошел и повесился. Он злоумышлял гибель Давиду и сам погиб бесславно. В конце этого псалма, 18 стих, Давид прославляет Бога. «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». Ему есть за что благодарить Бога, ему есть за что петь ему псалмы. И сегодня мы завершаем изучение седьмого псалма, и мы видим, сколько интересных тем внутри этого, в общем-то, небольшого текста. Гибель, число памяти, но вспоминал, катастроф, и это какой петербурге. Гибель,